Друзья, всех рад приветствовать в новом аудиоподкасте. Сегодня мы поговорим про диверсификацию. Такое интересное слово, которое, казалось бы, звучит страшно, непонятно для кого-то, но ничего сложного в этом нет, и мы сегодня с вами разберемся, что же такое диверсификация и как выглядит правильная диверсификация, потому что многие вроде как применяют ее, но не понимают вообще, что делают и почему она у них не срабатывает иногда. И давайте в целом посмотрим, что же такое диверсификация. Диверсификация – это инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. То есть, когда мы инвестируем не в одно, а сразу в несколько. Ну, это еще говорят по-простому, не складывай все яйца в одну корзину, потому что если ты идешь с корзиной, у тебя там лежат все яйца в одной корзине, вдруг ты споткнулся, упал, вся корзина упала, все яйца разбились. А если у тебя корзин много и идет 10 человек, допустим, с этими корзинами, один упал, у него яйца разбились, другие не упали, там все окей. И вот поэтому диверсификация важна в инвестировании. И давайте сначала посмотрим на виды диверсификации. Какие бывают? Бывает диверсификация, которая называется связанная. Это когда идет инвестирование в одну отрасль, но в разные компании, например. Или разные отрасли и компании, но управляемые одной головной компанией. То есть смотрите, в чем фишка. То есть если человек делает диверсификацию, допустим, купив одну акцию, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую, двадцатую, он инвестирует по сути в одну, не то чтобы отрасль, он инвестирует в один сектор, например, инвестиционный. Это акции, то есть в один вид актива, акции. Он вот инвестировал, у него акции, рынок акций вдруг падает, и он теряет деньги. Поэтому связанная она не срабатывает. Либо он берет и инвестирует, например, в одну отрасль. Допустим, нефтяная отрасль, энергетика. Он инвестирует только в отрасль энергетики. Вдруг энергетика что-то страдает, эта отрасль падает, и у него, конечно же, весь портфель падает. Поэтому важно инвестировать абсолютно разные компании, разные виды активов, разные отрасли, разные направления и так далее. Поэтому связанная ее лучше не использовать. Есть диверсификация несвязанная. Это когда инвестирование идет в разные отрасли, в разные компании, в разные сектора. Вот то, что нам стоит с вами использовать. Несвязанная диверсификация. Хочу сказать, когда мы инвестируем через хедж-фонды, покупаем пои-фондов различных, если это управляемые портфели, то там идет несвязанная диверсификация. Если мы инвестируем, допустим, в ETF-фонды, во многих ETF-фондах есть связанная диверсификация. И поэтому люди уходят в просадки. Казалось бы, вроде диверсификацию делают, портфель общепроседает, вдруг кризис или еще что-то. Потому что используют связанную диверсификацию. Здесь, надеюсь, вы понимаете, о чем речь. Какие бывают стратегии диверсификации? Бывает консервативная стратегия. Это когда основную часть портфеля занимают низкорисковые активы. Например, пои-фондов, облигации, либо другие консервативные ценные бумаги. То есть, в принципе, стратегия, про которую я вам постоянно рассказываю, 80 на 20, которую применяют, а лично моя стратегия, 80% у меня занимает консервативная часть. Поэтому у меня, в принципе, стратегия консервативная. Бывает стратегия диверсификации умеренная. В нее перерастает консервативная стратегия, когда доля рискованных активов достигает примерно 50%. То есть, представьте, вот есть консервативный портфель, и вдруг в рисковую, в рисковую, в рисковую начали основную часть закладывать, и вот 50% дошло. Это называется умеренная. Когда 50% остается в консервативной части, в консервативных активах, а 50% в высокорисковых. Тогда такая стратегия диверсификации называется умеренная. Есть еще третий вид диверсификации, стратегия, она называется агрессивная. Агрессивная достигается, когда рискованные активы составляют более 80% в портфеле. То есть, вот как 80% и более, это уже агрессивная стратегия диверсификации. Вот это важно тоже понимать, в принципе. И способы диверсификации бывают по отраслям, либо по типам активов. То есть, здесь уже, а можно делать и там, и там, и разные отрасли, как я говорил уже, и разные активы, и разные направления. То есть, максимально широкая диверсификация должна быть. Вот так я даже скажу. Когда максимально широкая диверсификация, тогда у вас, вы больше минимизируете риск и не жертвуете прибылью. На самом деле у вас капитал растет очень хорошо. Но вот что используют хедж-фонды как раз таки? Что делают в управляемых портфелях? В портфеле, как правило, находятся там сотни активов, иногда тысячи активов. И они абсолютно с разных секторов, они абсолютно с разных рынков, независимо друг от друга, в разных странах, разные виды бизнесов, разные активы, государственные бумаги, корпоративные бумаги, золото, нефть, газ, свет, все что угодно, может быть, биткоин и так далее. То есть, когда в портфеле находятся все виды активов, грубо говоря, которые на сегодняшний день, в принципе, актуальны и приносят какую-то прибыль, и развиваются эти отрасли. Когда мы находимся в этих разных активах, у нас в портфеле не все есть, если какой-то сектор проседает, деньги перетекают в какой-то другой, и тот сектор растет, и он у нас тоже есть, мы и там, и там, и поэтому у нас происходит такой некий баланс, баланс в портфеле. Вот это используют хедж-фонды, это используют профессиональные управляющие, которые занимаются профессиональным управлением капиталом. Поэтому это важно учитывать. Я надеюсь, вы поняли, что такое диверсификация. Хочу сказать тоже еще один последок, что диверсификацию настоящую, вот так вот широкую, настолько широкую, обычный человек, обычное физическое лицо сделать не может. У него просто нет возможности такой, какая есть возможность у крупнейших фондов. Поэтому, если вы хотите максимальную диверсификацию, вы смотрите на консервативный подход, создание капитала, обязательно используйте фонды. Обязательно покупайте паи различных фондов, особенно управляемые портфели, потому что это очень важно, потому что в такие времена, как сейчас, когда кризис, очень важно проходить в плюс, в плюс, в плюс. Просадки не ловить, потому что другие люди ловят просадки и, конечно же, на этом теряют деньги, теряют сложный процент, что очень-очень сильно сказывается на создании капитала, долгосрочном, на дистанции. Важно использовать тоже сложный процент. Об этом мы отдельно еще поговорим с вами. Я надеюсь, по диверсификации я вам дал, в принципе, очень много полезного. Оставайтесь на канале здесь и будем дальше разбирать что-то еще очень-очень-очень полезное. Увидимся с вами в следующих подкастах.